Здравствуйте, друзья и подруги! На сегодняшний день уже 6 актеров сыграли Джеймса Бонда, а прошло с первого фильма 49 лет, почти полвека, и вот уже Крейг играет его целых 15 лет, и это последний пятый фильм с Дэниелом Крейгом. А это топ с шестого по первое место, от самой слабой роли до самой лучшей роли. Давайте начнем! Итак, шестое место. Джордж Лезенби, актер, который играл Бонда всего лишь один раз, это было в 69 году. Картина называлась «На секретной службе Ее Величества». И что надо сказать, до этого его играл только Шон Коннер, и у Шона получилось очень здорово. Люди представляли Бонда именно таким, он был очень харизматичен. А вот этот актер, к сожалению, не был харизматичным и выглядел не очень. Я не знаю, я видел его только в этой роли, не знаю его других актерских ролей. Возможно, он талантлив в других ролях, но в этой роли ему не удалось, совершенно не удалось. А на фоне Коннери это как бросить его было просто под поезд. Я думаю, вы понимаете, если актер единственный из этого списка, который играл один раз эту роль, и только потому, что очень всем не понравилось, я думаю, вы понимаете, насколько плохо он сыграл. Но об этом фильме стоит сказать одну вещь. Этот фильм достоин внимания, потому как... К этому фильму приложил руку сам Стэнли Кубрик. И это не легенда, это правда. А если вы знаете, Кубрик один из лучших вообще режиссеров за все время. Поэтому хотя бы по этой причине можно обратить внимание на сам фильм, если вам интересно будет, когда вы будете пересматривать, если кому-то захочется Бондиану. А так это самая слабая роль и последнее место. Итак, пятое место, и это Тимоти Далтон. Это Джеймс Бонд 80-й. Он уже на один фильм больше сыграл. Но опять же таки, два фильма, это тоже второе число снизу по количеству фильмов, сыгранных другими актерами. Он играл в фильмах «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство». Что можно сказать о Тимоти Далтоне? Вы знаете, его Бонд основная аудитория и фанаты Джеймса Бонда. Не взлюбили этого Бонда. Он пришел после Роджера Мура. И его обвиняли в следующем. Ну, во-первых, в нем не было той статности, которая была в Роджере Муре. Многие даже смеялись над тем, как мешковато выглядел костюм на нем. А Роджер Мур умел носить одежду. О нем мы поговорим чуть позже. И вообще, если вы знаете Тимоти Далтона и видели, то у него вообще архетип такого отрицательного персонажа. Но я не могу сказать, что это однозначно плохой Бонд, вот как с шестым местом. Нет, не могу. Потому что есть небольшое количество людей, которые настаивают. Они настаивают, что в отличие от Коннери и Роджера Мура, Тимоти Далтону удалось реализовать настоящего живого персонажа. Они настаивают, что те два Бонда были такими карикатурно-картинными, киношными, но не настоящими. А Далтон же нам показал настоящего человека. Вот если бы действительно агент спецслужб, и мы смогли бы наблюдать за ним скрытой камерой. Вот на что настаивали люди, которым нравится. Но огромная армия Бондианы, конечно же, все-таки потопила в критике эти фильмы. И поэтому опять всего лишь две картины. И что еще сгубило Тимоти Далтона? И дело не только в двух картинах. И дело не только в том, что он, ну может быть, не такой подходящий под этот архетип актер. Я вам скажу еще одну вещь. Еще одну важную вещь. Вот эти два фильма, «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство», это еще и две невыдающиеся картины в Бондиане. В Бондиане есть картины, которые достойны внимания, о которых обязательно говорят, и которые вам советуют всегда говорить, вот этот фильм надо посмотреть, вот этот фильм обязательно надо посмотреть. Вот эти два фильма можно спокойно пропустить. И это дополнительный был фактор, почему Тимоти Далтон занимает пятое место. Итак, давайте дальше. Четвертое место и Дэниел Крейг. Дэниел Крейг, который только что закончил Бондиану. Дэниел Крейг, который сыграл в пяти фильмах. Что можно сказать о Дэниеле Крейге? Когда он начинал Бондиану, вы, наверное, кто-то уже помнят, хоть уже прошло и 15 лет, что много было недовольства. Много было сразу недовольства, потому что светловолосый, голубоглазый Бонд тяжело было представить фанатам серии такого Бонда. Да еще и такой здоровенный, как обвиняют его по сей день те, кто не любят его, играющий одним каменным лицом. Но ему очень повезло. А повезло с чем? Первый фильм был невероятно сильный для Бондианы казино Рояль. Культовое название, так называлась первая книга про Бонда. Да и вообще сам фильм вышел просто очень хорошим. Многие называют вот сейчас, когда закончились пять фильмов, лучшим фильмом именно казино Рояль. Поэтому фильм, конечно, поменял мнение и начали потихонечку привыкать к Бонду. И пять фильмов, я думаю, подтверждают, что ему удалось, ему удалось сделать это успешно. Тем более там были еще у него успешные работы. Вы сами знаете какая. Скайфолл. Скайфолл очень многим понравился. Им понравился этот фильм тем, что нам показали вроде как Бонда человека, его личность. В общем, Крейгу удалось сделать отличного Бонда. И если бы уже не его усталость, возможно бы еще снимали с ним картины. Ведь вы сами, наверное, знаете, что вот последняя картина, которая сейчас вышла в кинотеатрах, «Не время умирать», в ней практически его заставили за большие деньги сыграть еще раз. Он действительно утомился играть эту роль. А так он вполне себе уже оставил серьезную отметку. Вначале не казалось, что так будет. А еще больше. Мы же не знаем, что будет впереди. Может быть, женщина-бонд. Или вообще изменится архетип. Ведь сегодняшнюю ту самую политику европейскую, этот Бонд с его грубой мужской силой, он не сильно вписывается. Поэтому мы можем увидеть совсем нового Бонда. Бонда нового времени. И тогда еще больше поднимется статус Дэниела Крейга, как Джеймса Бонда. Давайте пойдем дальше по нашему списку. Итак, третье место и бронза, уже серьезная, тяжелая артиллерия пошла. Это Роджер Мур. Я уже рассказывал, что сразу не получилось заменить Шона Коннери. Были проблемы. И пришлось его пригласить еще раз. Но у них было время найти нового актера. И они второй раз справились уже удачно. С 73-го года его играл Роджер Мур. Джеймса Бонда играл Роджер Мур. И он снялся в самом большом количестве фильмов. В семи фильмах. Если не учитывать, что у Шона Коннери на самом деле канонических шесть, но есть еще седьмой фильм, но он не входит в канон Джеймса Бондов. Об этом я скажу, когда мы будем говорить про Коннери чуть позже. Итак, семь фильмов. Живи и дай умереть. Человек с золотым пистолетом. Шпион, который меня любил. Лунный гонщик. Только для твоих глаз. Осьминожка. И вид на убийство. Этот Бонд был ярким. Несомненно ярким. Но он отличался от Бонда Шона Коннери. Это был такой, вы знаете, самовлюбленный Бонд. Роджер Мур носил этот костюм как достояние. Он всем своим видом говорил, посмотрите на меня. Посмотрите, как я хорош. Да, это было самолюбование. Но это было умелое самолюбование. Он с достоинством и очень красиво носил смокинг. Он все фразы говорил так, что подразумевалось, что зритель не сможет устоять, а особенно у женщины, тем более перед таким красавцем. Да, он играл самовлюбленно. Но он играл здорово. Все равно Бонда. Он показывал достаточно большой спектр эмоций на лице. В отличие, допустим, от Дэниела Крейга. Это он умел. И что еще важно. На его удачу. Вот эти те семь фильмов, о которых я говорю, там есть очень действительно много хороших работ, о которых надо сказать отдельно. А ведь это очень важно, что кроме актера, еще и сама работа, сам материал очень хороший. Поэтому это, конечно же, яркий Бонд. Если вы собираетесь пересматривать Бондиану, мимо Роджера Мура вы пройти не сможете. Еще раз повторю, его Бонд был особенным. Да, и чтобы вы понимали, хоть и это была такая самовлюбленность, и он позировал, великий позер, который показывал себя, посмотрите, какой я красивый. Но это было сделано действительно с достоинством, и не было ощущения раздражения от того, как он играл. А теперь давайте перейдем к серебру. Итак, второе. Серебряное место. Пирс Броснан. Джеймс Бонд из 90-х. Джеймс Бонд, который сыграл в четырех фильмах. Золотой глаз. Завтра не умрет никогда. И целого мира мало. И умри, но не сейчас. Этот Бонд был очень ярким Бондом. У него огромная армия фанатов, многие из которых считают, что он даже лучше того человека, который будет на первом месте в этом списке. Действительно, яркий персонаж. Этот Бонд и сам Пирс Броснан был великолепен. Он выглядит достойно, как настоящий английский шпион. В нем есть вот эта интеллигентность в лице, но при этом мужественность. В нем есть внешняя мужская красота, от которой вот женщины могут восхищаться и падать штабелями перед ним. И при этом он не какой-то перекачанный супергерой, а выглядит как настоящий человек. Это были 90-е, как вы понимаете. И возник технический прогресс в кино. Поэтому все дополнительные гаджеты, которые всегда присутствовали в фильмах о Бонде, в его фильмах заиграли новым светом. Они выглядели очень эффектно. Так эффектно, как никогда раньше. И это большой плюс. Но он не был бы на этом втором месте, если б не одно но. На него пришлись, наверное, одни из самых лучших фильм по Бондиане. Из четырех фильма, три однозначно достойны внимания. «Золотой глаз» и «Завтра не умрет никогда» это просто великие фильмы Бондианы. Но и «Целого мира мало» тоже хорошее кино. Но, наверное, самый слабый фильм это финальный фильм из всей этой квадрологии. Но вот эти первые фильмы, они такой задел создали для него, да и стали культовыми. Вот такого Джеймса Бонда представил Пирс Броснан. И это очень сильный образ. Я долго думал, выбирая, честно говоря, между третьим и вторым местом. Но понимая потом и осознавая, и узнав, насколько много фанатов у Пирса Броснана, и что многие даже спорят, что он должен быть Бондом номер один, я еще раз вник, еще раз вник фильмы, еще раз подумал и сравнил их, и решил, что да, он достоин, конечно же, именно серебряного места. Ну а мы переходим к главному, первому, золотому месту и лучшему Бонду из всех. И да, для меня это однозначно, что лучший Бонд это Шон Коннери. Первый Джеймс Бонд, и никто не переплюнул его. Фильм, который вышел в 1954 году, 49 лет назад, полвека прошло практически. Он сыграл в таких фильмах, как Доктор Ноу, это тот самый первый фильм, Из России с любовью, мой любимый фильм, Голдфингер, легендарный фильм, и если, наверное, вам будут советовать один фильм, чтобы вы посмотрели, вам будут советовать именно Голдфингера. Шаровая молния, живешь только дважды, и бриллианты навсегда, Итого шесть фильмов, но он еще сыграл в одном фильме позже. Это был не канон, это был его ответ создателям фильма, что он еще может, что он Джеймс Бонд, и даже без них, он еще способен на что-то. Но давайте перейдем к самому Шону Коннери. И почему это лучше Джеймс Бонд, и почему, я считаю, что никто не переплюнул его. Шон Коннери единственный из списка всех этих Бондов, который обладает этой невероятной мощной харизмой. О чем я говорю? Бывают актеры, в которых есть сильная харизма, притяжение. Например, Марчелло Мастрояни, известный итальянский актер. Если вам тяжелее, вы не знаете, кто такой Мастрояни, со среза боевиков 90-х. Брюс Уиллис. Я думаю, вы тогда уже понимаете, что такое харизма, когда человек вроде как просто улыбнулся. Юпи Кай Йоу сказал, а в этом есть что-то такое магнетически сильное, что ты еще и еще раз хочешь пересмотреть. Вот это было и в Шоне Коннери. Возможно, некоторые из вас увидели Коннери уже седым в годах, где он играл, и вы понимаете, о чем я говорю, о той притягательности, о той харизме взгляда, улыбка. Но еще и спектр эмоций. Только в его Бонде есть такой большой спектр эмоций, ни у кого другого нету. Например, такое качество, которое есть только у его Бонда. Его Бонд, обладая вот тем самым обаянием, красотой, умея флиртовать с женщинами, он вдруг мог быть злым и агрессивным. Неожиданным злым и агрессивным. Глаза наливались ненавистью, он мог даже приложить женщину. Да, это была отрицательная героиня, но мог даже приложить женщину. Сегодня тяжело представить такую грубую силу и такой архетип мужчины. Но он играл очень настоящего в этом плане шпиона. Шпиона, не который добрый, благородный, всегда галантен, всегда станцует с женщиной и улыбнется, и выпьет свой любимый коктейль. Нет, он может быть и плохим, и злым, и суровым. Вот таким был Коннери. При этом у него был этот неповторимый, который был у него и в жизни, и в остальных фильмах, юмор. Это такой английский юмор, язвительный юмор, который может сильно-сильно вот так подъязвить и зацепить человека. Только у него получалось это делать так мощно. То есть, у него был самый большой спектр качеств, который должен быть у героя. Он мог и пошутить, и юморить. Он мог быть и обаятельным, и галантным. Он мог быть и привлекательным для женщин. Он мог быть и сильным в кадре. И при этом он еще и мог быть злым, агрессивным, неожиданно. Вот то, чего не было в остальных героях, я еще раз говорю. Третье место. Роджер Мур прекрасен. Но он показывал такого, понимаете, Бонда-аристократа, который очень-очень носит с достоинством этот костюм. Крайне самовлюбленный такой принцесс Шрека, которому не хватает зеркала, чтобы он смотрелся на него. Пирс Бросман прекрасен, но его Бонд всегда достаточно такой в одном неком спокойном английском тоне. При этом есть эмоции, в отличие от Крайга, да, но здесь большой спектр, здесь фантастический диапазон. И если вы знали этого мужика, я говорю о Шоне Коннери, слышали о его характере, посмотрите о паре интервью, о том, как они с ним разговаривали феминистки 80-х, вы узнаете, что за этот характер. Это вот тот самый горный шотландский характер. Этот человек умеет дать прикурить, и вот это все собралось здесь. И по сей день я считаю, что, конечно же, никто не смог переплюнуть или даже прийти на тот же самый уровень, который сделал Шон Коннери, поэтому он заслуженно получает первое место в моем рейтинге. Ну, а также у меня есть обращение тем, кто посмотрел сейчас этот список, тем, кто знает, как и я Бондьяну, и смотрел ее в детстве, как и я, потому что на мое время, а я родился в 86-м году, да, очень часто и постоянно крутили все фильмы с Бондом, начиная с Шона Коннери, поэтому я всех Бондов знал наизусть и смотрел все эти картины, поэтому, в принципе, я могу быть более-менее объективен. Почему я говорю более-менее объективен? Потому что здесь действительно есть пара мест, где очень сложно выбрать. И я обращаюсь к вам, к зрителям и людям, также знающих других Бондов, как и я. Прошу, если вы с чем-то не согласны, и это вполне может быть справедливо, напишите свой рейтинг, хотя бы, допустим, первых трех мест. Кого вы считаете правильно поставить на первое либо на второе место? Может быть, вы считаете, что действительно Пирс должен быть на первом месте, либо Мур сыграл лучше Пирса? Или я слишком низко или уже высоко поставил Дэниела Крейга? Напишите, пожалуйста, давайте подискутируем в комментариях, вам тоже кто-то ответит, потому что это всего лишь мое субъективное мнение. А если это видео вам показалось полезным, понравилось, поставьте лайк. Если не подписались, подпишитесь. На этом канале есть всегда обзоры как старых, так и новых фильмов и все, что, в принципе, интересно человеку, который любит кино. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.